по данным следствия именно за эту машину заплатил чиновнику его бывшая подчиненная которая работала с ним во времена когда Валов был в Беловой администрации Щелковского района Здравствуйте вот сегодня нашел на помойке пылесос под названием Электросила 2 такого в моей коллекции нет в одном из моих роликов которые я выкладывал есть ролик под названием пылесосы советского периода но это какой-то необычный он выполнен в виде пуфика можно на нем сидеть как стул использовать то есть он как бы места особого не занимает в квартире проверил его выяснилось что у него разбитый подшипник он работает как бы воздух тянет но гремит потому что разбиты подшипники вот здесь и вот и турбина вот она сорвана вот в основном она все таки гремит даже может быть она вот сорвана турбина она должна быть зафиксирована зажатая вот здесь произошло непонятно хотя нет это ну как бы часть турбины которая неподвижна она зажимается вот этим корпусом вот этим корпусом зажимается основное гудение от подшипника вот подшипник болтается даже стук идёт попробую посмотреть подберу сюда подшипники или нет если нет посмотрю в интернете от какого пылесоса подходит сюда агрегат хочется все таки этот пылесос восстановить потому что другие варианты пылесоса у меня есть дубли которым можно как бы пожертвовать мотором из одного из них ну вообще подшипник подобрать не сложно разобрать и на рынке наверняка можно найти аналог может быть это даже проще будет вот так вот выглядит вот этот агрегат пусковой конденсатор у него так вот эта система вот это вот сверху устанавливается здесь находится у него привод будет включение идёт на тумблер вот вот эта штука это убирает шнур у нас так она у нас она срабатывает посмотрим о вот она вот она вот она все работает так вот назначение вот этого что такое у нас вот это вот вот не пойму это наверное ага вакуум когда пылесос вероятно забит вот трубка подходит вакуумная поршень внутри находится поршень да поршень притягивается вот вот к этому контакту вот провод как так и он отключает сеть то есть здесь да отключает пылесос в случае заполнения мусор этим пылью мусором интересная конструкция вот поближе я могу показать как она выглядит вот он внутри поршень вот трубка которая подходит создается вакуум в трубке поршень подходит и касается вот этого винта а через пружину металлическая пружина связана со вторым проводом происходит его отключение даже может быть не отключение а вот да это даже не отключение загорается контрольная лампочкой которая сигнализирует о том что пылесос забит вот вот она лампочка вот так вот он устроен внутри вот эта часть у нас снимается вот у tape так вот и Теперь я его разобрал уже. Внутри компонуются вот эти вот штучки, они собираются внутри, вот сюда вот вводятся, да, вот сюда вот они вводятся, вот здесь двух сторон они есть, вот так вот они туда отталкиваются. Эти вот щетки, здесь щетка отсутствует. Вот шланг, шланг был в наличии, вот шланг. Так, это вот верхняя часть снята. Вот здесь, чтобы бункер отстегнуть, надо вот эту кнопочку нажать, отстегивается бункер. В нем находится, естественно, мешок, фильтр. Вот пыль собирается, вот я вскрываю, он, конечно, как пылесосили, так и бросили. Вот она пыль вся внутри. В порядок приведем. Так, это у нас пылесборник. Ну, вот здесь вот располагается турбина. Вот это, чтобы ее снять, надо развинчивать. Вот таким образом все это вот разбирается. Устанавливается турбина. Ну, я думаю, это второй ролик будет, когда я отремонтирую. Я, значит, сборку проведу наглядно. Может быть, у кого-то в хозяйстве есть такие пылесосы. Вот видели, разборка очень, конечно, хитрая. Здесь не сразу сообразишь, что держит. Вот здесь вот у нас закрытые решетки, где идет выброс воздуха. Здесь имеется фильтрующий еще тоже элемент. Вот. Ну, здесь явно можно подключаться, резьбовая часть подключаться, шланг все это перебрасывать и пользуются как подачей воздуха для краскопульта. Они обычно продавались в комплекте. Здесь, возможно, и был. Им побелку можно было проводить, покраску. Вот. Вот. Вот это вот хлопана у нас. Приклапана стоит. Вот так вот это все выглядит. Вот, значит, у нас на колесах. Колеса я снял. Для того, чтобы разобрать, они мешаются. Снимаются очень сложно. С большим трудом я их снял. У него в колесах нет фиксаторов, которые были бы съемными. Они внутри. Внутри стоит металлическая скобка, которая при одевании защелкивалась на вот эту канавку. А при съеме она препятствует снять его. Поэтому с большим трудом удалось их снять. При этом они, скобки, даже погнулись там. Я думаю, при установке, возможно, защелкнутся, выправятся, может быть. Ну, придумаем, если не защелкнутся, что сделать, чтобы они на место встали. Вот. Ну, на этом. До свидания. До следующей встречи, когда он будет у меня уже в готовом состоянии, мы посмотрим, как он работает. До свидания еще раз. До свидания. Продолжение следует...